Трудный матч, очередной трудный матч, уже который по счету. Так все, как говорится, упорно, до последних минут. Но если брать все то, что происходило на футбольном поле, то скажу так, что общая картина и вывод следующий. То, что технически мы сегодня, процент технического брака достаточно высокий был. И здесь важно понимать, что когда технически в простых ситуациях мы действуем не точно, естественно, любой соперник, даже если ты превосходишь его, играя на домашнем стадионе, понятно, что мы как фавориты матча, как команда, которая играем на своем стадионе при своих болельщиках. И мы еще в этом году именно на нашем стадионе «Динамо» на центральном не обыгрывали соперников. Понятно, было огромное желание сегодня это сделать. Но еще раз повторюсь, технический брак в простых ситуациях, он разрывает игру. Команда «Шахтер» при всех своих проблемах и то, что в последних матчах команда не набирала очки, но, понятно, вышло заряженное играть на то, чтобы изменить эту ситуацию. Поэтому очень трудный матч. И, естественно, что когда брак зашкаливал, скажем, у нас, естественно, что она тогда получается такой рваной. Ну и как следствие, еще раз говорю, вроде бы как бы хочется улучшить этот компонент по ходу игры, успокоить ребят. Но тут прилетает автогол и приходится опять включать титанические усилия путем замен, путем даже эмоционального каких-то спичей с моей стороны, чтобы поджигать в хорошем смысле этого слова футболистов, чтобы направлять их играть решительнее, смелее, чтобы изменить эту ситуацию. Ну, слава богу, то, что закончилась победой, мы одержали долгожданную победу, благодарность болельщикам за поддержку. Возможно, и их импульс в концовке матча придал нам определенных сил еще и для того, чтобы добавить и вырвать эту победу. Ну, а так, конечно, есть еще плацдарм для стремления развиваться, совершенствовать свою игру и атакующий потенциал. Ну, и сегодня мы пропустили два мяча, что, в принципе, на протяжении предыдущих матчей нам было несвойственно, в чемпионате именно. Ну, а так, еще раз говорю, что трудный матч, и соперник тоже был сегодня достаточно мотивирован, чтобы изменить неприятную тенденцию, которая у них продолжается в виде серии из поражений. Но мы не обращаем внимания на соперника, нам важно искать средства для улучшения своей игры, для того, чтобы более убедительно и более солидно добиваться побед. Спасибо. Коллеги, будут ли вопросы? Владимир Владимирович, Победа, скажите, пожалуйста, вот если загадывать наперед, уже не за горами Еврокубки, известны некоторые команды, которые возможны в качестве потенциальных соперников в стартовом квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Среди них Тлудогорец, Филинс Варыш, скажите. Может быть, вы уже какие-то просматривали команды? Нет, конечно, нет. Я понял смысл, да, спасибо за вопросы. Ну, первое, что, знаете, как, вот по окончании матча, сейчас еще эмоциональная такая составляющая повышенная, да, у меня внутри кипит все еще как в таком матче, да. Сейчас вот говорить про Еврокубки, про там какие-то мы собираем информацию, но, поверьте, есть опыт определенной игры в Еврокубках, да, естественно, это происходит, анализ и подготовка к матчу, когда уже ты конкретно соперника знаешь. А потенциально те соперники, которые могут нам выпасть, ну, это, как, знаете, пальцем в небо ткнуть, условно говоря, а может это, а может это, а может это. Ну, для того, чтобы готовиться плодотворно, то, как нужно это делать, да, естественно, надо четко понимать, кто в твоих соперниках, вот. Ну, сейчас этой ситуации пока нет. Чего-то вопрос. Многие эксперты считают, что Динамо не хватает именно высокого, мощного, атакующего игрока. Может быть, вы следите за успехами, например, Владислава Морозова, который очень огромный вклад внес в чемпионство Динамо. Могли бы, допустим, как-то прокомментировать его игру, потенциальное возвращение, возможно, в будущем? Опять-таки вопрос, знаете, такой поверхностный. Мы ищем из того кадрового ресурса, который у нас есть, да, ищем оптимальное решение для того, чтобы, еще раз говорю, средства ищем для того, чтобы улучшить нашу игру из тех ребят, кто у нас есть сейчас в наличии. Вот это самая главная задача тренерского штаба при подготовке к конкретному матчу. Трансферное окно летнее открывается намного позже, чем на сегодняшний день. Мы не имеем возможности кого-то дозаявлять. Естественно, что работа ведется круглогодично, селекционный отдел какие-то пожелания мои тренерского штаба учитывает. Но опять-таки надо понимать возможности, которые у нас есть для того, чтобы сейчас найти, еще усилить атакующий потенциал за счет приобретения какого-то нападающего или приглашения нападающего. Но это не так просто. Поэтому, естественно, что мы за Морозовым Владом следим. Но, поверьте, я ему как тренер желаю там проявлять себя, прогрессировать. Он стал выходить в последних матчах чемпионата уже, по крайней мере. Если мы помним, он в начале, когда адаптация у него была в Ороке, он даже в заявку очень часто не попадал. Сначала попадал, потом не попадал, потом опять стал попадать. Но сейчас, слава богу, стал получать хоть какое-то игровое время. И, возможно, вот этот процесс адаптации у него уже прошел. Поэтому я хочу ему пожелать, чтобы он там, в этом чемпионате Португалии, в Ороке, прогрессировал и играл на том уровне. Следующий поединок с командой Ивана Биончика, славей. Этот специалист известен своими интересными тактическими задумками. Как будете по-особенному, возможно, быть настраиваться, учитывая, что команда находится в топ-5 сейчас? Во-первых, мы настраиваемся на любую команду, понятное дело. Славия не исключение. Она хорошо провела старт чемпионата. Сейчас у нее случился небольшой сбой. Но, тем не менее, в Мозоре команда всегда активно играет. Ее хорошо поддерживают болельщики. Поэтому антураж будет хороший. А подготовка к матчу начнется у нас после выходного. Естественно, мы будем анализировать все те матчи, которые Славия уже провела. В чемпионате нашем для того, чтобы выработать и тактическую систему игры, и посмотреть, как соперник действует. Это уже, опять-таки, непосредственно начнется у нас с четверга. Пожалуйста. Иван Валуев, сайт Белл Футбол. На одной из пресс-конференций вы отмечали, что ждете от нападающих лучшие игры. Как бы вы их оценили сегодня? Есть, может, какой-то прогресс? Ну, как оценить нападающих? Самая главная оценка, критерий оценки игры нападающего – это забитые голы. Забитые голы. Поэтому, я думаю, что это и есть ответ на вопрос. Естественно, помимо забитых голов, есть еще держать структуру игры, помогать полузащите, вести единоборство, участвовать в коллективных, в командных действиях. Ту стратегию матча, которую мы выбираем, и чтобы командная игра смотрелась так. В целом, я еще раз говорю, здесь как бы там больших нареканий нет. Но подытожить все усилия команды, конечно, нападающие обязаны забитыми голами. На днях Телегрампа Налуха сообщал, что Линская Динамо проявляет интерес к африканскому легионеру Эфаги. Действительно ли это так? И связаны ли поиски на позицию Форварда с результативностью Пощинского, Нелешина? Я скажу так, впервые слышу ухо, как ухо, Телеграм-канал ухо. Ребят, вот я вам хочу сказать, я все поудалял. Все поудалял. Вот чтобы вы меня слышали сейчас, да, я вам, ну, честно, с хорошим посылом, я вам хочу сказать. Я абсолютно ничего не читаю, никаких комментариев, никаких порталов спортивных. Не обижайтесь, но это так, я честно, я не читаю ничего от слова совсем. Знаете почему? Потому что если я свою энергетику еще начну растрачивать на то, что вы пишете там, и те комментарии, которые там льются, да, и положительные, и отрицательные, и безнравственные, и какие-то, может быть, и солидные, которые люди разбираются в футболе, да, но в основном там просто, ну, грязь по большому счету. Много грязи, много грязи. Вот, поэтому я не читаю абсолютно ничего, и какой интерес к ФАГе, я первый раз слышу об этом. Спасибо. Пожалуйста. Замена Ксилинского в перерыве на давно не игравшего школика. По какой причине? Надо было конструктива больше в атакующих действиях добавить. Даниил Селинский все-таки больше у нас как опорный полузащитник, да, но мы его сегодня в позиции правой восьмерки использовали с возможностью прессинговать высоко левый фланг, потому что при подготовке к матчу учитывали то, что у Шахтера на левом фланге обороны играет Мартин Кевич, он правоногий футболист. Вот, естественно, мы преследовали цель оказывать давление, чтобы ограничивать во времени и в пространстве и направлять их атаки, скажем, в левый фланг, и там уже, естественно, работать в высоком прессинге. Поэтому Даниил четкое задание получил. Но в первом тайме, еще раз говорю, мне нету больших претензий к нему, но единственное, что я могу просто вернуться к началу пресс-конференции, когда я сказал, что тот технический брак, который у нас зашкаливал, естественно, не позволил нам быть более успешным в некоторых компонентах игры. Илья получил порцию положительных эмоций. У него родилась дочка, мы его командой поздравили. И с днем рождения сегодня, и с рождением дочери уже, по-моему, недели две это прошло. Естественно, что парню надо чуть-чуть, я ему постоянно говорю об этом, надо командные интересы преследовать, то есть он должен соответствовать интересам команды. То, что он парень талантливый, то, что он умеет играть в футбол, то, что он технически оснащен, то, что он умеет активно действовать, это несомненно. Но есть еще командные действия, где нужно быть важным механизмом и эффективным механизмом в этих командных действиях. Вот здесь есть немножко, скажем так, медленный прогресс идет у Ильи. Ну а так, в целом, еще раз, работа, она продолжается, и мы ищем, ищем, опять-таки, решение этого вопроса через тренировочный процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова